Я уже нервничаю, когда говорю про сумки Эту сумку в коллекции я купила за 10 тысяч долларов Я думала, что это самый большой размер, пока не встретила вот эту малышку Но такое ощущение, что тут кто-то вдох и вот сыпется труха Вот эта вот самая подделываемая модель китайцами Мне кажется, я все свои деньги потратила именно в период беременности Вот обвешалась сумками, это моя любимая Привет, мы опять в моей гардеробной Я уверена, что вы по ней скучали Когда мы снимали серию про мою коллекцию Hermes, я ждала волну хейта Я была уверена, что получу много негативных комментариев И я была удивлена Дай я зачитаю самый популярный Давай Самый популярный комментарий под этой серией Вот как можно про такие пафосные вещи рассказывать абсолютно без пафоса Не женщина, а парадокс Крутая Класс, мне так это нравится Ну нет, тут есть, конечно, как люди жиру бесят Ну да И про пакеты АТБ лучше возьми пакеты АТБ Зачем ты мне это сейчас все зачитываешь? Ты реально будешь настроение испортить? Все, сворачиваемся с умок, Шанель не будет Как говорила Габриэль Шанель, мода меняется, а стиль остается Поэтому сегодня мы пройдемся немного по сдержанному стилю Шанель Во-первых, я одела даже все свои самые лучшие аксессуары Вот, я упростила свой образ обычной базовой белой футболкой Это мужская футболка, скорее всего, H&M Там я покупаю большую часть своих базовых футболок Брюки, лоферы Вот под такой сдержанный классический стиль Можно одеть, ушикарнить себя какой-нибудь прекрасной сумкой Например, одна из моих любимых сумок Ой, я уже нервничаю, когда говорю про сумки Одна из моих любимых это Шанель 2,55 Выполнена из состаренной кожи Со старенной темной фурнитурой Ее можно смело носить под джинсы Можно под брючные костюмы Она мне не очень нравится с платьями Расскажу про эту сумку Эта сумка была выпущена в феврале 1955 года Это классическая застежка Еще до того, как Карл Лагерфельд переделал И сделал знаменитую сиси-застежечку с логотипом Говорят, что вот эти вот два кольца Они символ того, что Габриэль никогда не вышла замуж А до того, как появилась эта сумка Которую можно было повесить на плечо Были женские радикюли Выглядели они примерно Ну вот, допустим, вот так, да Это из винтажа А где мой крокодиловый радикюль? Вот именно вот так вот выглядели сумки До того, как появилась 2,55 Это была первая сумка Которую можно было повесить на плечо И носить, освободить руки Она говорила так, что я все время Устаю, теряю, где-то забываю свои Ридикюли Поэтому она создала сумасшедший вариант И после этого уже мы начали носить все сумки Кстати, вот Келли Вот винтажная Келли Она в оригинале также идет без плечевого ремня Ну, блин, перехожу на свой любимый Hermes Это, кстати, одна из самых моих старых сумочек Уже современные Келли Добавили вот колечко Но в оригинале Келли была именно как ридикюль И носилась исключительно в руках Обвешивалась сумками Это моя любимая Когда я покупала эту сумку Она стоила около 4 тысячи долларов Сейчас ее стоимость стартует от 7 То есть ежегодно они поднимают стоимость Своих классических моделей на какой-то определенный процент Я не могу сказать, что это инвестиция Если рассматривать с этой точки зрения Но свои вложенные 4,4 500 я верну Пол моей машины Да? Блин, сейчас все это скажут А это моя квартира А это еще что-то Можно ли они кослить? Слушай, это были богатые 2000-е В конце концов Дайте мне сумку подешевле, я в него кину Эту сумку я купила в Нью-Йорке В Сохо В бутике West Broadway Получила гонорар У меня на самом деле вот букер была Которая очень тоже любила Шанель И у нас с ней была такая маленькая договоренность Что когда я по ее инициативе Получаю очень хорошие контракты Мы обязательно идем и покупаем одну сумку ей Одну сумку мне Это было всегда такое Ну как это сказать? Ну не взятка, но типа пост взятка И когда она меня допустит Нет! Слушай, она меня промотировала Из всех опшенов Всегда клиент ставит на опшен 2, 3, 4 модели И им нужно выбрать одну То есть так и пишется Наталья, you have an option У тебя есть опшен взять эту работу И конечно, как бы как любой скаут Как любой менеджер Чем лучше она мне будет продавать Что именно я вот сделаю эту работу очень хорошо Какой-нибудь там кампейн для волос Они больше всего платят Ой, волос уже нет Но они по-прежнему платят Она один раз намекнула Что она бы очень хотела Если я, конечно, сделаю эту работу Чтобы она бы очень хотела Первую свою сумку Шанель И в итоге, когда мы с ней разошлись У нее была приличная коллекция Потому что Можно я намекну тебе тоже? Ты ролик ты хочешь? Я все о тебе знаю Ты сдолбала Смотрите, ставьте лайк Повышайте нам монетизацию Для того, чтобы я купила своему продюсеру ролик Я должна просто показать Внутри ее В ней несколько карманов Один такой Один вот такой вот потайной карман Вот И вот очень красиво Суперудобно Из-за того, что здесь много отделений Для телефона, для денег И вот потайные Вот этот вообще незаменим для паспорта Карточка Кстати, я, в принципе, во всех сумках Практически до сих пор храню карточки Я не буду их продавать Но это как бы паспорт сумки На этой карточке есть серийный номер этой сумки Я не знаю, можно его показывать, нельзя Китайцы сейчас скопируют И сделают под мою сумку Такие же карточки Вот Да, смешно Это уникальная карточка С каждым номером И есть сайты, где можно проверить Аутентик этой сумки Но китайцы тоже делают эти карточки Конечно Вот они уже посмотрели Уже начинают печатать Уже включили станки свои Сумка, которая выходит из года в год Она есть в классике Классик флэпбэк Она так и называется Сумка-конверт Выходит из года в год С разными узорами В разной коже С разными орнаментами Ну то есть Разные модификации Сезонные Вот Я обладательница В классическом варианте Это уже застежка Си-си Это уже Карл Представил ее Мне кажется В годах 80-х Классическая флэпбэк Она выходит В трех размерах Конкретно вот эта Кожа икра Очень мне нравится Это кожа, которая Практически Невозможно поцарапать Невозможно убить Эту сумку я также Покупала в Нью-Йорке Покупала ее Под мероприятие Меня пригласил Дом моды Ральф Лорен На свой ежегодный Ужин Эта сумка В моем гардеробе 16 лет Вот И у меня здесь Вишня иточка отошла Я все хочу ее Сдать в ремонт Хочу слетать в Париж И сдать ее Конкретно в бутик Они делают сервис С своих сумок Следующий размер Флэпбэк Это средний У меня она В таком варианте Эту сумку Подарил мне Мой бывший муж Я ее очень люблю Это правда Очень царапкая кожа Она супер гладкая Ягненок Вот Она может носиться Как клач Вот Очень классно Ее одевать С бежевым тренчем Принеси мне тренч Он в той гардеробной В дальней О, сережки Я их искала Отлично О, это, кстати, этот Walk of Shames Российский бренд Они шили, ребята, шили под меня Чтобы удлинить длину И не поверите, я его еще ни разу не надевала И с красным он очень круто сочетается Наверное, бы я даже обула бы Вот такие вот Бежевые А может и нет А может и да Надо купить белые лодочки Вот Ну, как вариант, да У вас может быть любой тренч Даже из масс-маркета Если у вас классная сумка То вот так легко Шикарнить свой вид Так, хорошо Подожди, я переобуюсь Будем наводить тут без походок А, кстати, у меня пояс тоже из этой икры Я его купила относительно недавно Да? Да, я его купила относительно недавно И мне очень нравится вот его винтажный Такой фасончик Хорошо И следующий размер Это размер Джумба Это самый большой Нет Я думала, что это самый большой размер Пока не встретила вот эту малышку Которая больше у нее не бывает Ну, в общем Из классических флэпбэк Джумба Это самый большой размер Носится она Вот так Также есть Такой же у нее метод Спрятать цепь И носить подмышку Да, и, конечно, нужно ориентироваться Что она подойдет человеку с высоким ростом Метр 76, 77, 78 Или 81, как я Вот мне она подходит идеально Я ее очень люблю одевать С обычной черной косухой Самый простой С голубыми джинсами Лоферами И вот такая вот сумка Может красная бомбануть? Как вариант Так Прелесть этой сумки Что вы можете носить ее на длинной цепочке И на более короткой Как это появилось? Эту сумку я также купила в Нью-Йорке А после очередного гонорара Я просто сходила и покупала Но скоро закончится история с Нью-Йорком Перейдем дальше Из классических флэпбэк Я покажу еще другие вариации Это вот такая вот лакированная малышка Которая носится кроссбади Цепочка, пронизанная кусочком кожи Это уже нововведение Карла И вот такая маленькая сумочка Которую можно носить даже с большим шоппером То есть если у вас, допустим, все ваши необходимые вещи в этой сумке Но вам нравится держать телефон Ключи от машины Чтобы постоянно не искать Она может всегда быть на вас Я, допустим, очень практикую носить две сумки Потому что еще с модельной карьеры Всегда нужно было иметь с собой сменную обувь Лодочки, бук, воду Это все всегда занимало Ну и в то же время, когда ты бросаешь эту сумку где-то на кастинге Шоппер Тебе нужно выбежать И чтобы с тобой всегда были деньги и кошелек, паспорт Вот, поэтому с времен моей модельной карьеры Я сохранила эту привычку носить две сумки Эту сумку я помню этот день Я была номинанткой на Harpies Bazaar Best Fashion Awards Как лучшая модель года Конечно, я взяла эту номинацию Вот, я полетела в Нью-Йорк У меня была там съемка Я забежала в Валентина Где-то там висит розовое платье пудровое с тех времен Вот, вот это вот красиво Но его если отпарить, оно будет прям стоять все, как этот, одуван Очень красивое платье Валентина Вот, и вот к этому образу еще Вот такая вот сумочка была И лодочки сатиновые Александр Маккуин Сейчас я их уже не найду Наверное, где-то валяются Ну, может и нет Я еще расскажу об этой замечательной винтажной поясной сумке Она тоже выполнена из гладкой кожи Я очень спокойно отношусь к тому, чтобы покупать бэушные вещи Очень спокойно отношусь к тому, чтобы продавать свои Вот, и меня совершенно не смущает вот такой винтаж Я ее прям очень хотела Ну вот единственное, я не знаю, застегнется она у меня сейчас на талии Потому что это давно было Сейчас узнаем Отлично Она стоила около 2300 долларов на аукционе Я ее купила, когда была беременна вторым ребенком Это было 8 лет назад С тех времен носила я ее очень много Носила также моя подруга Я ей давала в пользование И с тех времен вот с этой сумки продолжает что-то сыпаться И вот это вот что-то сыпаться мы просто... Ты не понимаешь И влажные салфетки Ну такое ощущение, что тут кто-то сдох И вот сыпется труха вот эта вот, знаешь, какая-то Вот посмотри И с этим ничего не сделать Мы ее чистили, мыли влажными салфетками А с нее все сыпется и сыпется и сыпется Да? Вот с ней что-то не то 8 лет и я не могу это вылечить у нее Еще одна малышка, которую я купила на аукционе Малышка, это я их так нежно называю Она вообще не маленькая Это вот флэпбэк Такой формат сейчас не выпускают Я ее тоже купила на аукционе в Японии В Японии действительно самая большая коллекция в мире У них очень много коллекционеров Периодически они распродают свои коллекции А такие, как я, мы их покупаем Вот Это также кожа икра Такой размер сумки сейчас не выпускают У нее нет опции короткой цепочки И то есть это единственный вариант, как ее можно носить Вот ее носило очень много Потому что в нее вот много помещается внутрь И прям рабочая лошадка Периодически дом Шанель выпускает коллекционные сумки Были матрешки, были флаконы от духов, были упаковки от молока И одна из таких коллекционных вещей Это вот такая вот деревянная сумка Шанель, которая Ридикюль, так сказать Чаще всего эти сумки покупают в коллекции И они выходят на подиуме И после этого в коллекции Их там суперограниченное количество В какой-то момент они эти коллекционные сумки С подиума Рануэй Бэкс Они начали выпускать в таких объемах Что они потеряли свою эксклюзивность Потому что были доступны в любом бутике И не нужно было, не знаю, выискивать Перекупать Давать взятки В общем, когда вот этого всего нет Это уже неинтересно Но эта сумка еще примечательна тем Что такую вторую Я знаю, кстати, у кого есть такая вторая Но найти крайне сложно Эту сумку я купила в Японии Она стоила около... Оговорить цена нужна? Да? Эту сумку в коллекции я купила за 10 тысяч долларов Она из чего? Она из бамбука, по-моему Находишь себе пациента Одеваешь, значит, одежду медсестры Берешь портфельчик и идешь Ролевые игры Хороший аксессуар На самом деле в Шанель очень много сумочек под образ Поэтому они могут дополнить любые, знаешь, ролевые игры Я носила ее на Ukrainian Fashion Week несколько раз Так как я ее купила, будучи беременной вторым ребенком Блин, я была беременна и реально до хрена покупала Мне кажется, я все свои деньги потратила именно в период беременности Потому что просто все время что-то хотелось Ну все, после этого я ее не погуливала Давай придумаем, куда ее погулять Ролевые игры Женщина! Вот, пожалуйста! И, кстати, из всех Шанель сумок есть одна сумка, которая вошла уже в классику Но у меня ее нет, потому что она мне не нравится Это Шанель Бой Как я себе не примеряла ее, просто не смогла купить Ну вот не моя эстетика Не понимаю я этих лишних линий и всего-всего Вот А вот эта сумочка номер 31 Бутик Шанель находится в Париже на Rue Cambon 31 И, соответственно, они вот сделали серию сумок, которая называлась Cambon Вот ее яркий представитель Это Шопер Камбон Классика Их они уже не выпускают Но сумка очень хорошая, удобная для путешествий Ее можно не закрывать Я эту сумку хотела продавать Наверное, частично причина моей нелюбви этой сумки Это то, что это была практически самая подделываемая модель китайцами Ну, то есть, с сумками Камбон ходили все и вся В разных размерах Они были еще пониже, подлиннее Вот, и от этого появилось некое отвращение Потому что их было очень много И в моей коллекции есть вторая самая подделываемая вещь китайцами Это рюкзак Я помню этот ажиотаж Давали один рюкзак в одни руки Нужно было записываться, ждать Это была просто переплата сумасшедшая, бешеная Иногда стоимость на эти рюкзаки доходила до 15-16 тысяч евро То есть, рюкзак выполнен просто из ткани Это даже не кожа Он был в двух размерах Вот этот вот поменьше и такой же был побольше И в двух цветах Более графитовый и вот такой бежевый Мне очень много раз, когда вот они были на пике Предлагали сумасшедшие деньги, чтобы я отдала свой рюкзак Но я его так и не продала Так, хорошо И моя малышка Камбон 31 Купила я ее в Париже как раз на рюкамбон В тот год, когда я делала Шанель Кутюр А ты делала Шанель Кутюр? Да, ты не знала? Не знала Господи же Ты знаешь личного Гориспельта? Ну да, я и в Фенде много делала Если взять модель в его одежде Он видит только свою одежду Он подходит к тебе Он поправляет Ему все равно, как выглядишь ты То есть он сосредоточен полностью на своем творении Модель это синоним Вешалка Зачем ему знать о моей персоналити? Одна из моих самых любимых сумок Это Шанель Модель называется Камера Когда ее создавали Они были вдохновлены сумками репортеров Журналистов А также фотографов То есть смысл этой сумки в том Что она больше не флэпбэк Не сумка-конверт А у нее всегда молния сверху Не знаю, почему она мне так нравится Это винтажная Я ее реставрировала Выглядела она усталой, мягко сказать Вот И вторая камера У меня есть моя старушка Вообще просто стыдно показать Ей нужно в химчистку Потому что я ее заносила на отдыхах, на пляжах Чем мне нравятся сумки Шанель? Потому что качество у них замечательное Не знаю, как современные Наверное, чуть похуже, как говорят историки А все винтажные Они носятся очень долго И очень качественно Эта сумка тоже была куплена Не в Киеве Где-то я ее купила в Европе Мартина вообще говорила Ее показывать не нужно Но я считаю, что модель камеры Заслуживает внимания Это более современная А это классическая винтаж Вот такая вот малышка Так, что у меня осталось? У меня остались уже современные Совсем недавно я была в бутике Шанель И мне вынесли вот это вот Так говорю, как будто бы мне вармез что-то вынесли Я смотрела какую-то зимнюю сумку Хотела зимний вариант Но когда мне принесли вот этого гиганта Мне кажется, это самая огромная сумка Флэпбэк, которая просто существует Она сделана из денима Ношу я ее точно так же под ботинки грубые Под джинсы голубые Под водолазку Она у меня дневная Просто когда нужно много всего сюда положить внутрь Здесь сейчас куча штанов для увлажения Я спортивки засунула сюда И еще один мой рабочий шоппер Который я носила много, когда работала моделью Несмотря на то, что это была моя ежедневная сумка Качество потрясающее Сумка совершенно нигде не убилась Выглядит такая же икра Которую убить вообще в принципе невозможно Ручки не оторвались Сумка в порядке Она прошла со мной просто километры, километры, километры кастингов Сейчас я ее ношу, если мне нужно на съемку что-то взять Косметичку Вот у нее два деления Внутри деление под молнию Если вам что-то ценное положить Ну а так это открытая сумка Которую не поносишь в общественном транспорте Вот, ну то есть она конкретно для Для того, чтобы что-то переносить Это шоппер такой Ну в общественном транспорте в Шанель не ходит Да? Ну ладно Это вообще очень интересная история Совсем недавно я Разгребала коробки И нашла в коробке Шанель этот рюкзак Я вспомнила, что Года два назад Мне его преподнесли в подарок Вот карточка на месте, все есть В этом рюкзаке скомбинированная цепочка Для тех, кто еще разделяет золото и серебро Один день, типа, если это там у меня золото Серебро я уже не одену Таких ограничений нет И вот Шанель рюкзак тому доказательство Поскольку самый стильный дом моды Шанель скомпоновали два металла Очень красиво Ну я пошла Крутие покорил Я ему отказала Если бы я сегодня шла в магазин Шанель Покупать свою первую сумку Я, безусловно, взяла бы Классическую флэпбэк В коже икра Но эту кожу невозможно убить Это действительно классная инвестиция Они выпускают их с 80-х По сей день И это сумка, которую можно смело передавать Из поколения в поколение Ну и что у тебя дочки нет Да, но вообще-то у моих мальчиков будут жены И вообще-то Что ты так крест на мне поставил У меня сейчас дочки нет Может она у меня будет через год Например Наверное, больше, чем новую сумку Я бы хотела иметь 100 тысяч подписчиков На своем канале Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал Ставьте лайк Делайте репост Отправляйте своим друзьям Возможно, кому-то это будет полезно Точно, каждая девушка должна отправить это видео Своему бойфренду Чтобы он понимал С чего начнется ваша коллекция Спасибо, что вы досмотрели эту серию до конца Я вас целую До новых встреч Застеснялась О, да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!